Ну что же, высокочтимейшие коллеги, я рад вновь быть в этой неизменно ко мне и незаслуженно дружественной и благосклонной аудитории. Так, это я должен был сказать, это я должен был сказать, что мы вас любим. Необычайно, сегодняшнее мое сообщение выросло из доклада, который я делал в недавнем Парижском конгрессе, посвященном памяти отца Иоанна Мейендорпа, русского богослова, мыслителя, который мне необычайно симпатичен и очень созвучен мне. Я немало опирался на него в своей работе. Поэтому я для конгресса в Париже написал что-то такое длинное и отчасти даже лирическое, что прочесть в Париже было никакой возможности. Там мне удалось прочесть от одной трети до половины этого сочинения, и то по-английски, что, разумеется, совершенно не то. Сейчас я попытаюсь здесь полный вариант моего юбилейного текста по поводу отца Иоанна прочесть. Этот текст посвящен двум, несомненно, главным и, несомненно, опять-таки, наиболее актуальным концептуальным предметам, или, как меньше выражаются, концептуальным персонажам его творчества. Текст называется «Личность и энергия» в богословии отца Иоанна Мейендорпа и в современной философии. Соответственно, здесь две части, и поскольку я уже сказал, я так отношусь достаточно с личностными обертонами к творчеству отца Иоанна, то текст вышел объемистый, я поэтому с таким вот некоторым сомнением и раздумьем отвечал на вопрос ведущего нашего «А сколько ж тут всего?» Я и сейчас подозреваю, что первым здесь разделом у меня идет энергия. Это действительно тема сегодня из самых актуальных. Про нее я уж точно расскажу. Дойдет ли дело до личности? Удастся ли нам перейти на личности? Это посмотрим в зависимости от либерализма ведущего. Но про энергию непременно. Кроме того, есть и некоторое введение, поскольку действительно это был такой юбилейный конгресс, посвященный судьбам творчества отца Иоанна в наши дни, то я позволил себе начать с некоторых общих вводных слов о сегодняшней ситуации уже не этих концептуальных персонажей, а, собственно, творчества Меллендорфа в целом и того характера, который это творчество носило. У меня даже здесь есть и эпиграф такого общего характера, разумеется, из отца Иоанна. Отец Иоанн говорит, поскольку все это вдобавок еще я старался и увязать с современностью, что называется, то эпиграф такой. Отец Иоанн пишет, современный человек становится более восприимчивым к позициям византийской мысли, которые могут приобретать удивительно современную значимость. Эпиграф. А дальше, собственно, текст. Многие из идей и позиций, которые выдвинул и утверждал в своих трудах отец Иоанн Меллендорф, воспринимают с нами сегодня как очевидные и давно известные, как общие места. Но надо сделать усилия и увидеть их в верной перспективе. Дома Яндорфа они отнюдь не были общими местами, и они ими сделались, обрели общую признанность в большой мере благодаря Ему. Однако судьба общих мест в культурном процессе незавидна. Хотя они постоянно пользуются, их не ценят и к ним относятся с пренебрежением. А когда ищут нового и оригинального, стремятся пойти вперед в развитии мысли, то очень часто избирают для этого легкий рецепт отрицания общих мест или того, что стало казаться всего лишь общим местом. Такие явления в наше время вполне можно наблюдать в развитии православной мысли и, в частности, в судьбах наследия Меллендорфа. При этом, стремясь найти новый взгляд на это развитие, пойти в нём дальше, обычно используют стандартные парадигмы процессов культурного и интеллектуального развития, в которых основным механизмом развития предполагается порождение новых явлений и течений, характеризуемых в их отношении к старым, прежним течениям, как их нео- или же постформации, как модернизации их или как оппозиции им. Следуя этой логике, по православным богословиям появляются сегодня работы, оценивающие творчество Лосского, Кларовского, Меллендорфа, как пройденный этап, заявляющие о необходимости перехода к постпатристике и тому подобное. У меня эти тенденции вызывают серьёзные раздумья, однако. Они не учитываются специфической природой духовной традиции, природы, которой она отличается от традиций культурных или научных. Духовная традиция питается от духовной практики. Из древности понимается в православии как живое предание. И она имеет свои парадигмы творческого продолжения и роста, которые не заключаются в продуцировании нео- или постформации. Христианские мученики не были постапостолами. И святой Григорий Паламар не был неокаппадокийцем. Если научные и культурные парадигмы развития описывают дискретный ряд модернизаций или же революций когнитивного рода, то целью и нормой существования духовной традиции является непрерывность трансляции аутентичного христианского опыта, который всегда остается тем же тождественным себе, как опыт общения и соединения со Христом, хотя и может облегаться в различные меняющиеся формы. Как писал Мингендор, цитирую, «факты нашего современного положения вовсе не означают, что мы нуждаемся в том, что обычно называют новым богословием, которое порывает с преданием и приветственностью». Конец цитаты. Итак, хранение и тождественная передача первоисточного порождающего опыта христианства. Вот неизменная главная задача православного сознания и православной духовной традиции. По моему убеждению, в свете этой задачи и следует оценивать современную ситуацию православной мысли и определять пути дальнейшего ее развития. Универсализованная трактовка патристики, развитая Флоровским и, собственно, попросту воспроизводящая исконную православную идею живого предания, трактовка эта говорит, что православная патристика должна пониматься как феномен, не ограниченный хронологическими рамками, но представляющий собой определенный тип сознания и способ мысли. А именно, такое сознание, которое принимает для себя и ставит в центр своего внимания указанную задачу, я сказал, какую только что. И ясно, что в рамках такой трактовки уже и неопатристика скорее сомнительный и неточный, весьма малоадекватный термин, тогда как постпатристика есть попросту синоним постправославия. Аналогичные творчества Мейн-Дорфа, как я постараюсь показать, в основных его принципах и достижениях не столько принадлежит какому-либо из сменяющих друг друга богословских или философских течений, сколько заново раскрывает для современного сознания и на языке его определенные стороны неприходящих устоев православия. Оговорюсь, однако, что наследие отца Иоанна я буду рассматривать сейчас почти исключительно философских аспектов. Для него эти аспекты не были главными, но и здесь труды его открыли новые перспективы, которые затем получили развитие в современной философии, что мы опять-таки рассмотрим. В первую очередь, проблематика этих трудов связана, как мы все знаем, с изучением мысли святителя Григория Паламы. Без всякого преувеличения можно сказать, что Майяторфом была представлена новая рецепция этой мысли, цельная и обстоятельная. Главное содержание и значение этой рецепции в философском плане я бы так определил. Вкупе с предшествующими трудами отца Василия Кривошейна и Владимира Николаевича Лосского она открыла широкий путь для современного возрождения того, что удобно мне будет называть и что часто называют православным энергетизмом в философском дискурсе. Эту часто употребляемую формулу правильнее понимать не в узком смысле некоторого богословского или философского направления, но в широком смысле определенного типа ментальности, ставящего во главу угла живой опыт связи с Богом и видящего, воспринимающего реальность как арену присутствия благодатных энергий Бога и ответного открика человека на благодать. Это есть древнее, исконное, православно-аскетическое видение и восприятие реальности. Но в жизни православия бывали целые периоды, когда оно оказалось отодвинуто и заслонено, не получало явного и артикулированного выражения. В середине нового столетия православная мысль успешно преодолела один из очередных таких периодов – длительный и трудный. И в этом успехе самая значительная заслуга отца Иоанна. При этом далее укажем, что в текстах самого отца Иоанна в качестве основной общей характеристики православного богословия и менталитета чаще всего выступает не энергетизм, а персонализм. Такие его формулы, как христианский персонализм, богословский персонализм и тому подобное. Опять-таки, и эта характеристика понимается не в смысле некой конкретной доктрины или догматического учения, но в смысле общего подхода и перспективы, на базе которых рассматривается и концептуализуется экономия божественной реальности и богочеловеческого отношения. Определяющие свойства этой перспективы в том, что первым и ближайшим предметом рассмотрения в учении о Боге служат божественные ипостаси, от которых мысль затем переходит к рассмотрению божественной сущности – усии. Ну и тут обычно всегда замечают, что в западном богословии подход его Мейндорф обычно называет эссенциализмом, в западном богословии порядок продвижения мыслей обратный – от усии к ипостаси. Для нас сейчас важен не этот компаративный аспект, а две следующие особенности этой персоналистской перспективы. Во-первых, это ее отношение к философии. Как известно, концепции ипостаси и личности, понимаемой как ипостась, отсутствуют в античной метафизике и принципиально не могут принадлежать ее дискурсу. Будучи созданы каппадокийцами, они послужили началом и основанием дискурса кардинально иного христианского догматического богословия. С учетом этого требует уточнение популярный тезис, часто высказывавшийся, в частности, Флоровский, цитирует отца Георгия. Идея личности была величайшим вкладом христианства в философию. Майнендорф справедливо указывает, что православный персонализм или же первенство идеи личности в православной мысли был фактором, который как раз удалял эту мысль от философии, а также в известной мере и от западного богословия. Классическая метафизика, равно античная и новоевропейская, отнюдь не была метафизикой личности. Ее понятия субъекта и индивида или индивидуальности в корне отличны от православного богословского концепта личности и постарства. А весь ее дискурс, понятильный строй, который Майнендорф тоже именует эссенциалистским, неадекватен для выражения персоналистского характера православного опыта. У меня здесь подтверждающие цитаты из-за своих новых, до краткости опустим. Поэтому в течение всей своей истории православная духовность лишь очень спорадически и частично находила отражение в философии. Более систематической попыткой ее философского выражения явилась мысль религиозно-философского возрождения в России. Но в целом эта мысль оставалась еще в рамках классической метафизики. И потому попытка имела лишь весьма относительный успех, хотя и привлекла, как мы знаем, силы целого ряда ярких и крупных мыслителей. Отец Иоанн к этой мысли относился сдержанно, а отчасти и скептически. В своих текстах он, к примеру, явно критиковал одно из ее основных учений – софиологию. В свете этой длительной негативной предыстории является немаловажным, что в последние десятилетия XX века появились предпосылки к изменению ситуации в отношениях православной мысли как с философией, так и с западным богословием. В части богословия Мейндорф это успел заметить. В своей византийской теологии он пишет, цитирую, «наблюдается возврат к экзистенциальному и опытному подходу в учении о Боге». Я здесь еще указываю, что такой возврат прежде всего отец Иоанн видел, был ему симпатичен этот мыслитель, он видел в теологии Карла Раннера. Он говорил, что Карл Раннер среди современных западных богословов всех ближе к основному течению святоотеческого предания. Что касается философии, то совершившийся в ней отказ от классической метафизики радикально изменил и позиции европейской мысли в проблеме личности. Вслед за эпистемологическим событием или эпистемологической революцией, если хотите, смерти субъекта, эта мысль вступила в период поиска, главную тему которых можно выразить названием коллективного сборника, выпущенного большой группой крупнейших европейских философов. «Кто приходит после субъекта?» Это известный сборник, который, к сожалению, в России малоизвестен, и я его усиленно пропагандирую. В числе его актеров это 19 мыслителей, которые единственный раз в западные мысли, которые коллективное, бригадное творчество более чем не свойственно, собрались и выпустили коллективное изъявление, кто приходит после субъекта. В числе его авторов Деррида, Денеус, Дамси, Марион и, как говорится, все-все-все. Поиск развертывается на всем широком пространстве от Декартова субъекта познания до христианского человека, который строил свою идентичность в открытости Богу и в приобщении к Нему. И мы еще в дальнейшем вернемся к содержанию этих поисков. Теперь вторая особенность персоналистской перспективы. Это ее теснейшая связь с концепцией божественных энергий. По Майендорфу персонализм православного учения о Боге и человеке адекватно раскрывается и реализуется исключительно через энергетизм этого же учения. Божественное личное ипострастное бытие как в своей внутри троичной жизни, так и в своих действиях в мире от экстра осуществляется лишь посредством божественных энергий. В свою очередь и эти энергии в порядке своего рода обратной связи, как их описывает православное богословие, необходимо связывать с экономией ипостаси. Так что вся концепция божественных энергий может быть развита лишь в рамках персоналистского, личностного видения божественной реальности. По Майендорфу пишет, цитирую, «Богословский персонализм есть основная черта предания, на которую ссылается святой Григорий Баламал. В нем ключ к пониманию его учения о божественных энергиях». В итоге в православном учении по Майендорфу возникает постоянное переплетение этих двух фундаментальных подходов. Персонализм повсюду сочетается с энергетизмом. Если первый принцип передает общий характер реалий и процессов, то второй идет вглубь, раскрывая, насколько сие возможно, движение и жизнь, динамические связи и механизмы этих реалий и процессов. С богословской стороны это тесное сопряжение персонализма и энергетизма стало источником целого круга проблем. Сложной проблематики взаимосвязей между ипостасями Пресвятой Троицы и божественными энергиями. Многие из этих проблем не нашли еще освящения в трудах Паламы. Мериторф не раз отмечает явно незавершенный характер учения учителя безмолвия. Это краткая цитата из отца Иоанна. А комментатор русского перевода знаменитой монографии отца Иоанна Лурье здесь добавляет цитирует «впечатление незавершенности учения святого Григория Паламы оставляло главным образом неясностью соотношения в нем энергии Божьей и ипостасии». Конец цитаты. Но наша тема толкает нас взглянуть на это сопряжение с другой, с философской стороны. Уйдя в погружение в богословские контроверсы, мы прежде всего заметим, что с чисто философской точки зрения в соединении персонализма и энергетизма есть оригинальная и необычная для философской традиции конфигурация начала. Энергия и личность — два фундаментальных предмета философствования, которые оба имеют свою давнюю историю и свой дискурс европейской мысли. Но эти их истории и дискурсы почти не соприкасались к философии. Имеется лишь один важный сближающий момент, однако он негативного рода. В классической европейской метафизике и энергия, и личность не находили внимания и понимания. Если вслед за Хайбегером признать определяющие чертой классической метафизики забвение бытия, то можно сказать, что главными слагаемыми в забвении бытия именно и служили забвение энергии и забвение личности. В обоих случаях забвение принимало форму подмены. Как подробно показывал Хайбегер, подменой энергии в западной мысли стал акт в следствии перевода греческой энергея латинским актус. И смысловые различия двух терминов привели, как Хайбегер нам разъяснял, к катастрофической потере всей глубинной специфики эллинского видения. аналогичной подменой личности стал субъект Декартов субъект познания все его многочисленные корреляты и древаты. Можно сказать мутатис мутандис, что последствия этой подмены были аналогичны. Они тоже привели к потере глубинной специфики, только в данном случае христианского видения. В наши дни, однако, классическая метафизика уже ушла. Процесс преодоления метафизики в целом завершен, и европейская философия движется в постклассическом пространстве, пытаясь в нем отыскать новые принципы и парадигмы. В эпоху постклассического мышления как история энергии, так и история личности входят в новый этап. Оба фундаментальных принципы не принадлежали к старым классическим основаниям философского дискурса, и сейчас они предстают как прежде недооцененные и прежде неверно понимавшие принципы, которые сейчас требуют новой трактовки. Внимание к ним растет, и кто знает, не смогут ли они вкупе стать ведущими принципами постклассической философии. В этой ситуации православное учение, каким его представляет Майндорф, открывает один из возможных путей к новой современной трактовке личности и энергии. Главная особенность этого пути, как мы уже могли видеть, это тесная внутренняя связь двух принципов, которая, как мы тоже уже заметили, совершенно не была присуща их прежним философским трактовкам. Здесь, безусловно, у нас нет сегодня готовых философских понятий и концепций, но здесь зато открывается для философского разума некоторый род опыта, для которого личность и энергия служат ключевыми порождающими и организующими началами. И рефлексия этой опытной базы способна дать исходные ориентиры и исходные интуиции для философского осмысления этих началов. И я приношу свои всяческие извинения, но всё это было только вступительми разделов. Дальше мы попытаемся указать некоторые основные черты того понимания энергии и личности, которые здесь возникают. С философской стало быть сначала об энергии. Речь об энергии в православном богословии как у самого Половы, так и у Майендорфа с философской точки зрения эта речь представляет начало энергии в недостаточно значительном статусе и масштабе. После забвения энергии, стремясь как бы его компенсировать, современная мысль, начиная с Хайдегера, признаёт энергию фундаментальным производящим принципом, первоначалом антологии, равновеликим началом бытия. По Хайдегеру, если у Платона бытие предстаёт как идея, то у Аристотеля как энергия. Уже в ранних марбургских лекциях, но за его царем в 24 году, он пишет, цитирую, энергия является возможно наиболее фундаментальным сказуемым бытия, так я перевёл Дерсайнс характер, обучение обытии у Аристотеля. В отличие от этого, православный энергетизм, активно вводя начало энергии и в триатологию, и в христологию, а в философском аспекте в антологию, всё же при этом не отводит этому началу верховной терверствующей роли ни в одной из этих сфер. Энергия здесь появляется скорее как завершающая, недостающая третья в собрании принадлежащих Богу начал, ипостась усия энергия. Иногда это называется треугольником. Насколько возможно, это недостающая третья раскрывает антологическую динамику божественной реальности как от интра в ее внутри троечной жизни, так и от экстра в ее отношении к миру и человеку. Но наряду с этим философский взгляд замечает, что православный энергетизм вводит в понимание энергии новые содержательные моменты, новые коннотации. наиболее существенные из таких коннотаций это связи энергии с началом любви и с парадигмой перихоризиса или перихорезы. Майндорф пишет, цитирую, «Благодаря божественной энергии, божественной ипостаси выступают в своей взаимной сопричастности, перихоризисе. Я во отце и отец во мне». Перихоризис выражает совершенную любовь и, следовательно, совершенное единство энергии трёх ипостасей. Энергия, поскольку она всегда троична, всегда является выражением и сообщением любви. И конец цитаты. Толкуя слова Паламы о межипостасной любви Бога, это его поздних 150 главах, отец Иоанн заключает опять стилу, «Любовь единит три божественной ипостаси и через общую им божественную энергию изливается на тех, кто достойно её принять». Но эти и прочие смысловые связи надо рассматривать как частные по отношению к единому ключевому фактору, который мы подчеркнули уже с самого начала. Вся главная специфика православного энергетизма заключается в его связи с личностью, в его включённости в личностную картину божественной и тварной реальности. В православном учении энергии описывают экономию именно личного бытия, несут перечать личности. Опять статус отца Иоанна. Аристотелева Диада природа-энергия в применении к Богу рассматривалась как недостаточная, поскольку в природе Бога решающий действующий фактор ипостатичен. Силу этого божественная энергия не только едина, но и три-ипостасна. Коль скоро энергия отражает общую жизнь трёх лиц, личностные аспекты божественного существования не исчезают в единой энергии. Конец цитаты. Глубоко личностный характер отличает и действия божественных энергий в мире. Мьендорф без конца подчёркивал важность православного принципа личного прямого богообщения. Опять цитирую, «В Бог Христе человек встречает Бога лицом к лицу. Этот Бог, дающий себя, это одна формула Мьендорфа, и есть божественная энергия, Бог живой и личностный». Конец цитаты. Вовлекаясь в это богообщение, печать личности, включённость в экономию личного бытия, приобретают и тварные человеческие энергии. И мы уже видим, что эти особенности православного энергетизма должны создавать отличия между ним и оригинальной аристотелевой концепцией энергии. и они, очевидно, будут отделять этот энергетизм и от современных разработок философии энергии, которые стремятся сохранять верность античному пониманию энергии. Сравнительный анализ православно-паламинского и античного понимания энергии большая и сложная проблема. Не входя в глубь неё, я укажу лишь одно крупное различие, которое служит источником других менее существенных. У Паламы, а следом за ним и у Майндорфа, энергия характеризуется прежде всего как динамический принцип. Майндорф всё равно настойчиво подчеркивает, что богословие энергии было создано, чтобы передать динамическое понимание Бога, формулу Майндорфа, собственный тварный динамизм мира, опять формула Майндорфа, понимание человека как динамически нацеленного на дальнейшее продвижение в Боге, опять формула Ациана, и так далее, и тому подобное. Это действительно сквозной Майндорфовский лейтмотив. Однако, динамически означает связанный с динамис, с возможностью, силой, движением, меж тем, как Аристотелева энергия включает в себя существенные аспекты, сближающие её не с динамис, а с энтелехия, с завершённостью, совершенной осуществлённостью, полнотой, и очень нередко во многих контекстах энергия и энтелехия отождествляются. Уже в самом начале знаменитой девятой книги метафизики говорится, цитирую Аристотеля, возможность и действительность энергии простираются не только на находящееся в движении. И эта очень краткая формула допускает, как сразу можно заметить, расхождение между движением, не только расхождение между движением и энергией, но даже и расхождение между движением и динамис. Аспекты энергии, которые не связаны с движением и изменением, играют самую крупную роль в Аристотелевой антологии, и в частности именно на них опираются концепции неподвижного перводвигателя в 12-й уже книге метафизики, которая лежит в основе всей этой антологии. Перводвигатель безусловно обладает энергией, но это не энергия динамики, не энергия движения, а энергия совершенной полноты и покоя. Поэтому встает немаловажный вопрос, представлены ли в православном энергетизме подобные аспекты, в которых энергия, будь то божественная или тварная, фигурирует вне динамики движений и изменений. Ответ не очевиден, он требует особого исследования в порядке предварительно, я здесь только кратко скажу, что ответ должен быть различен в зависимости от антологической ситуации, от того, действует ли энергия в божественном бытии или в тварном бытии. Бытие божественное по определению должно быть свободно от всех движений изменений. Так что энергия в божественной реальности может представлять лишь завершенную осуществленность и совершенную полноту. Иначе говоря, здесь она является в точности энергии покоя. И для отцов церкви было достаточно обычным применять к Богу концепцию перводрегателя. Но опять у меня здесь есть некоторая коллекция подтверждений, которые некогда зачитывать из разных отцов. Но стоит это и уточнить. Бытие божественное есть бытие тринитарное, наделенное отношениями порождения сына отцом и исхождение духа отца чья сына. И между тремя божественными ипостасями существуют и отношения перихорезы, осуществляемые именно посредством божественной энергии. Весьма часто и не без оснований этих отношений характеризуются как антологическая динамика, хотя и нетемпоральная динамика. И отсюда вытекает действительно уместность уточнения. следует полагать, божественная реальность или, как в сегодняшнем православном богословии часто она характеризуется, личное бытие общения может мыслиться лишь антиномически, как подвижный покой и покоящееся движение. Энергия же внутри троической экономии может рассматриваться как энергия подвижного покоя, своего рода антиномическое обобщение аристотелевской энергии покоя. Это божественное бытие. В бытие тварным находят другую ситуацию. Действуя в мире, божественная энергия оказывается связана с сугубо динамическими проявлениями. Здесь она осуществляет антологические изменения в человеке, его актуальное восхождение к обожению. И вот здесь она определенно не выступает как завершенная полнота осуществленности и как энергия покоя. И именно к этой сфере относится весь радикальный динамизм православного богословия энергии. Можно согласиться, что в этой сфере в учении о богообщении и обожении человека, который непосредственно передает опыт исихарской практики. Вот в этой сфере православный энергетизм отличен от энергетизма античного. Притом нетрудно увидеть, что такое различие в характере энергии прямо вытекает из различия античной и христианской антологии. В силу антологического разрыва между тварным и божественным бытием тварное падшее бытие отнюдь не является полным в себе самодоблеющим. Оно обретает свое исполнение именно лишь в динамике, в выходе из себя и завершенной полноты бытия в себе не имеет. эрго не имеет и соответствующей этой полноте энергии покоя. А для античного разума между тем бытием исключительно едина и цельна. И в таком бытии энергия движения и динамики необходимо довершается самодавлеющей энергией полноты и покоя. Вместе для пущего пояснения это действительно кардинально важного момента можно еще привлечь дискурс равновесия неравновесия. Если античное мироздание мыслилось как глобальная реальность пребывающая в вечном равновесии, то в христианстве тварное мироздание мыслится скорее как реальность в глобальном неравновесная. Фундаментальный неравновесный элемент в нее вносится уже исходным событием творения, затем еще усиливается событием падения, все это антологические события, и окончательно закрепляется антологическую драмою, которая инициируется Боговоплощением. А концепция энергии отвечающая неравновесной глобальной реальности заведомо не может базироваться на примате энергии покоя. Интуиция глобально неравновесной реальности мало артикулировалась, поскольку в учении о мире всегда сохранялся преобладающее влияние античный дискурс. но неявно вот эта интуиция сказывалась во многих темах. И я бы, пожалуй, сказал, что паломитское учение об энергии один из главных прорывов этой интуиции в богословско-философский дискурс. Из всего этого понятно уже, что современные философские построения, если они стремятся оставаться вполне на почве аристотелевой концепции энергии, приходят к расхождениям с учением об энергии у паломы и его продолжателей. Яркий пример таких расхождений мы найдем у самого значительного русского философа конца XX века, у Владимира Вениаминовича Бибихина, который был, как мы все знаем, и переводчиком триад паломы на русский. Во большом курсе лекций, опубликованном в 2010 году, в курсе «Энергия» Бибихин проводит углубленный анализ не только концепции энергии у Аристотеля и паломы, но и обширной примыкающей проблематике, вплоть до трактовки божественных имен в индийских летах. Он всюду твердо держится аристотелевского понятия и предельно в нем акцентирует роль энергии покоя. Цитирую Бибихина. Аристотелевская энергия первее движения и изменения. Она перводвигатель. Перводвигатель это полнота энергии, но он неподвижен. Всякая сила, потенция после него, а он покой, энергия покоя. Конец цитаты. Согласно Бибихину, опять цитата, у Аристотеля энергия это именно цель, а не средство. Последняя цель, осуществленное бытие, и Володя предпочитал бытие, которое полно в себе, полно собой, и само себе цель. Конец цитаты. Между тем, в православном учении по Майндоргу, в богочеловеческой экономии, цитирование Майндорга, божественная энергия есть то, что делает возможным видеть Бога и приобщаться к Богу. Конец цитаты. И здесь, как и во всех других динамических формулах, энергия явно не выступает как бытие, которое полно собой и самой себе цели. Хотя Бог всецело присутствует в каждой из его энергий, но Бог не есть энергия. Бог есть треугольник ипостаси, усилия, энергия. И вот эта энергийная экономия здесь совершается не в элементе самодавляющей самоценной полноты, а в элементе встречной обоюдной открытости и самоотдачи Бога и человека. Когда энергия формула отца Иоанна, встречаемая и у отцов, когда энергия есть сообщение любви. В итоге всего своего исследования Велифин приходит к резкому и категоричному неприятию поломитского развлечения в сущности и энергии. Вот некоторые из него выводы. Цитирую. С обделением божественной сущности от Его Бога энергии была забыта энергия покоя. Было забыто, что такое энергия покоя. Энергии в Боге не могут быть отличны от сущности. Развлечение сущности и энергии в Боге не обоснованно, а главное не нужно в курсе Евгебихина. Развлечение сущности и энергии в Боге провал поломитской мысли. Поломитский догмат – догматическая неудача. Конец цитаты. Ну, вы же, я уже в части прояснил для вас, какая логика может приводить к таким выводам. Бибихин проницательно подмечает ключевой пункт, который прежде в дискуссиях богословия энергии на первый план не выдвигался. Действительно, если принять, что в богословии энергии должна быть соблюдена та же краеугольная роль энергии покоя, что в аристотиевской концепции энергии, иначе говоря, что энергия должна выступать исключительно как напомню формулу последняя цель, осуществленное бытие, которое полно в себе, полно собой и само себе цель, заметим, великолепная формула, предельно насыщенная, тогда паломитские положения о различении сущности энергии, о приобщаемой энергии и неприобщаемой сущности, они окажутся необоснованными. Но суд дела именно в том, что здесь, в этом пункте, православный энергетизм и в самом деле расходится с аристотиевским. Не отвергая концепции энергии покоя в целом, он ограничивает примат этой энергии в сфере тварного бытия и богочеловеческой экономии. В историко-философской перспективе, которая оставляет в стороне опытные истоки, и сихазские, собственно говоря, истоки этого энергетизма, с большим трудом можно вообще признать саму возможность такого расхождения. В этой перспективе античная концепция предстает единственно возможной и логичным образом исследователи истории и мысли по сей день нередко избирают антипаламидские позиции. Наряду с Владимиром Вениаминовичем можно назвать и современных немало видных исследователей, придерживающихся таких позиций. В итоге философский анализ паламидского неаристотелева энергетизма остается открытой проблемой. которые допускают разные подходы. В частности, принципы этого энергетизма вероятно можно описать и без явного разрыва с аристотиевской основой. Скажем, на пути расширенной трактовки этой основы, в которой усиливаются отличия энергии от энтерехии. Бибихин попросту сливает эти понятия, вообще не различает их. Здесь у меня набор бибихинских цитат тоже есть, тоже опустен. позиции Бибихина в проблеме энергии в большой мере родственны позициям Хайдегера. Как все мы знаем, и в целом Бибихин, переводчик главных трудов Хайдегера, близок был и его философии. Опять-таки знаем, что Хайдегер не рассматривал учения Каламы. Однако, масштаб его мысли и его фундаментальные разработки в проблеме энергии, которая у него берется со всем комплексом смежных проблем и во всем историческом пространстве, эти разработки задают попросту горизонт и уровень для всего нашего сегодняшнего рассмотрения проблемы. И сообразоваться с ними совершенно необходимо. Прежде всего, как я уже упоминал, Хайдегер утверждает ключевое и основоположное значение проблемы энергии для антологии и для философии в целом. Ну, например, вот еще цитаты из другого периода Хайдегера. Для Аристотеля вопрос о дюнамис и энергии это не вопрос о категориях, это вопрос о сущем как таковом. Вопрошать о дюнамис и энергии и есть подлинное философствование. Для сопоставления с позициями православного энергетизма наиболее важны лекции 1931 года, которые целиком посвящены скрупулезнейшему анализу нескольких страниц из девятой книги метафизики, где трактуется о соотношении возможности энергии и энергии действительности. Сквозная тема этого анализа Хайдегера это та же тема, которую позднее в центр поставит и бибихи. Это тема о характере и о границах связи дюнамис и энергия с движением. Хайдегер развивает обобщенную трактовку этой связи, согласно которой эта связь необходимо включает в себя связь с неподвижностью, покоем. Хайдегер разбирает аристотельский пример возможностей с телометафизикой. То, что может ходить, не ходит, а то, что может не ходить, ходит. И в этой связи Хайдегер говорит, способное ходить, которое не исполняет ходьбы. каким образом оно действительно как способное. Не хождение рассматриваемое со стороны движения есть покой, неподвижность. Значит, эта неподвижность позволяет схватить характеристическое наличие способного как-то какого. Безусловно, это необходимый момент, но этого недостаточно. Это я все цитирую Хайдегера. То, что способное ходить пребывает в покое, явно мыслится как некий род или способ той подвижности, к которой оно как способное способно. Таким образом, действительность способного со-определяется из способственной действительности, относящейся к способности. Так мне пришлось перевести «эрмёкбах», по-немецки очень удобное слово, действительности, которая приводит себя в исполнение. Как постичь эту со-определенность? То, что способственное исполнение в способе своей действительности просвечивает в действительность способного как такового, просвечивает специфический хайдегеровский антологический термин «хинайдшхальп». Конец длинной хайдегеровской цитаты. И мы из неё видим, что покой, в свою очередь, связывается с исполнением, осуществлённостью. И какова эта связь? Хайдегер иллюстрирует весьма подробно уже своим неаристотельским примером. Он разбирает неподвижного спринтера перед стартом и описывает его очень выразительное описание как пребывающего в совершенной готовности. что Хайдегер называет «он в состоянии побежать». И в этом состоянии он в покое, но в нём вся полнота энергии. Действительно отличный поднайти, например. Подобными рассуждениями выясняется, что покой, полнота осуществлённости играет определяющую роль в смысловом содержании как возможностей, так и энергии. И в итоге мы заключаем, что Хайдегеровская трактовка энергии в существенном, как и позднейшая трактовка Бибихина, следует Аристотелю и в трактовке энергии утверждает антическое первенство энергии покоя. Ну я еще кстати заметил, что это такая зрелая позиция Хайдегера действительно результат его очень капитальный работы над темой. Вот есть ранние его лекции, где он разбирает опять-таки лекции по базовым аристотелям понятиям, разбирает опять-таки дюнис энергии, но вот этого примата энергии покоя там еще нет. К этому он действительно вышел как к дому. Ну и мы можем полагать, что у Хайдегера и у Бибихина мысль об энергии продвигается к некоторой новой антологии радикально не классического характера, прообраз который можно видеть в философии события позднего Хайдегера. Владимир Гальеминович не успел. Он продвигался опять-таки к своему проекту, но успел только необычайно капитально разобрать предшествующее. Что же касается православного богословия энергии, то в нем явственно намечается собственная другая концепция энергии, где энергия интегрируется в личное бытие. Эта концепция питается из опыта исихасской практики и не вполне совпадает ни с аристотельной концепцией, ни с неопатронической концепцией. Но философски разработанного своего концепта энергии пока здесь нет. предстоит продвигаться к его созданию и в этом продвижении безусловно необходимо учитывать и античные основания идеи энергии и описанные мной совершенно кратко вот эти современные ее трактовки. вот это то, что я хотел сказать об энергии и я думаю, что на личности мы действительно глядишь переходить. Это в достаточной мере отдельное тело, независимое от того, что мы рассказывали об этом. И на этом если регламент диктует, я мог бы вероятно и закончить. Спасибо.